В последние недели производители грузовиков один за другим проводят годовые пресс-конференции. Сейчас такое мероприятие организовал Daimler Kamaz, который отвечает в России за продажи грузовиков Mercedes и Fuso. Так, под маркой Mercedes было продано около 3000 машин. Таким образом, компания заняла примерно 17% рынка. Еще 600 единиц техники отгрузил клиентам бренд Fuso, что торгует среднетоннажными бескапотниками. Кроме того, компания делает кабины для Мерседесов и Камазов. В прошлом году удалось собрать около 3000 кабинных модулей, попутно нарастив количество локализованных деталей и применение российских сталей. На всякий случай напомним, что новейший Камаз под индексом 54901 заполучил кабину от Мерседеса Актрас. А выпуском таких водительских отсеков занимается новейший завод в Набережных Челнах. Планы 2021 года – нарастить рыночную долю Мерседеса до 20%. Для этого придется расширить гамму версии российской сборки. Напомним, что самые популярные модели грузовиков производят здесь же, в Набережных Челнах. Еще одна любопытная история – неожиданное возвращение капотного вездехода Цетрос. Он на короткое время выходил на российский рынок, но затем покинул его, поскольку не имел версии, отвечающей стандарту Евро-5. Также планируется больше внимания уделять мелким сегментам. В компании активно занялись развитием линейки шасси для коммунальной и лесовозной техники на базе моделей Актрас и Арокс. В свою очередь, Марка Фуса уверена, что сможет занять 19% рынка автомобилей массой от 5 до 10 тонн. Правда, с выполнением этой задачи могут возникнуть проблемы, ведь на рынок только что вышел недорогой Валдай Некст. Между тем, Валдай Некст осваивает новые профессии. Так, на выставке «Модерн Бейкере» газ представил изометрическое исполнение, оборудованное рефрижераторной установкой. Такое понравится перевозчикам продуктов из крупных городов. А вообще, как стало известно телеканалу Автоплюс, в самых ближайших планов газовцев презентовать самосвал, эвакуатор и множество других вариаций, которые вы сейчас видите на экране. Напомним, что новый Валдай представляет собой бескапотный среднетоннажник на шасси газона Некст, но с кабиной китайского происхождения. Под ней скрывается турбодизель Каменс, с которым состыкована механика, не только собранная, но и спроектированная силами самой группы ГАЗ.